Здесь было намного больше воды, лужа прямо до середины доходила. Соответственно, со встречки выезжали на середину, нам пришлось маленько обрулить. Ну и обрулили вот в эту яму. Сейчас здесь лежат шины, а их не было до этого, соответственно, тут было непонятно. Давайте померим, сколько глубина ямы примерно. Ну, приличная глубина такая, и вот здесь уже шины плавают. Вот кто-то даже и не забрал свои колеса. Вы свое забрали, да? Слава Богу, забрали. Мы его выпрямили, но последствия остались, которые придется чинить. Эту дождливую субботу Алена забудет не скоро. Лужа, в которую она угодила на улице Марии Цукановой, оказалась коварной. Это сейчас плавающие в ней шины предупреждают водителей об опасности. И то замечают их не все. Алене справиться с поломкой, отлетевшим колесом, помог прохожий. Мужчина поставил запаску, но позже выяснилось, что ущерб от попадания в яму оказался больше. А девушка решила позвонить в нашу редакцию, чтобы предостеречь автомобилистов. Также она намерена обратиться в администрацию города за возмещением ущерба. Руль у меня теперь ведет направо. Мы сейчас ждем нашей очереди на ремонт, чтобы купить запчасти, заказать, чтобы уже понимать, какой там масштаб работы будет. Каждая пятая машина влетала в эту лужу, я обмахала. Не едьте, но все равно так получалось, что это незаметно. Лужа и там, и здесь, и отследить такое очень сложно. А вот, пожалуйста. На улице Марии Цукановой из потерянных деталей, кажется, можно собрать целую машину. Это без преувеличения кладбище, шин и дисков. Иногда попадаются фрагменты бамперов и другие детали автомобилей. Тем же отличается соседняя Челябинская. Здесь без выезда на встречку проехать невозможно. И просится избитая, но такое подходящее выражение, как после бомбежки. Что можешь здесь сказать про вот эту дорогу и улицу Челябинской? Да, это кошмар какой-то. Помогите, пожалуйста, может, это сделают когда-нибудь. Здесь я по работе каждый день. Каждый день вот этого штурма. Вот интересно, по объезду ехать по кругу разворачиваться. Иначе вообще никак. Пусть хоть какие-нибудь меры-то предпримут, уже наконец-то разберутся с ней. В администрации Иркутска нам пояснили, все дело в отсутствии ливневки. После вот этих дождей тут реки из берегов уходят. Ну и, соответственно, у нашей улицы, где нет ливневки, тоже страдают от этого. Вот цех ливневой канализации уже, конечно, откачает. Мы в ближайшее время там проведем какой-то ремонт. Ямы заделаем большие. Но еще раз говорю, после каждого дождя асфальт выбивается. Приходится по новой делать. К слову, капитальный ремонт или реконструкция этих улиц на ближайшее время не запланированы. Поэтому автомобилистам остается быть максимально осторожными, двигаясь по этим участкам. Либо вовсе объезжать их стороной.